Совсем недавно к юным спортсменам из Федерации Ашихара Карате приезжал экс-чемпион UFC Олег Токтаров. Большой дядя рассказал детям о секретах ведения борьбы и различных приемах, которые могут помочь ребятам в жизни. Все полученные знания каратисты показали на новогоднем турнире по Кёкусин Будакай, который стал первым соревновательным опытом в их жизни. Это первый наш турнир Федерации Ашихара Карате Дальнего Востока. Совместно с Кёкушин Будакай мы сделали первенство детско-юнишеское, посвященное Новому году. От нас выступает 8 человек от Дальнего Восточной Федерации. Где-то есть и победы, есть и поражения. Ашихара – контактный стиль карате, основанный на кёкусинкай, дзюдо и айкидо, а также на оригинальных техниках и приемах. Благодаря универсальности и практичности на родине его преподают в Высшей полицейской академии Японии. Сегодня же его последователи стали появляться и во Владивостоке. Мне понравилось очень заниматься спортом, боевым и искусством. А тут же у тебя тут немножко стули. Да, ничего страшного. Дай. Это же первый раз только. Я у папы спрашивала, либо ты будешь ходить в бассейн, либо на карате. Я сказал на карате. Финал. За золотую не дай берешься. Он дай его прям жестко. Он где-то будет бороться. Да, только смех. Да, да, да. Вот так, вот так, вот так, да. Все, пора. Только не вот так, а вот так. Бам, бам, бам. В окружной федерации сегодня занимаются 52 спортсмена. Руководит детьми Игорь Хатинский. Занимается специалист Ашихара с 1996 года. Раньше, к слову, этот стиль карате уже был во Владивостоке, но его забыли. С 2016 его возрождают своими собственными силами. И первые соревнования показали, что у направления хорошее будущее. Планы на следующий год очень, очень даже грандиозные. Есть поездка в Японию, даже две поездки в Японию. И, вероятно, моя поездка на чемпионат мира. Буду готовиться с февраля месяца. А там Сергей Владимирович Якубов меня будет тренировать, готовить к турниру. Если я буду готов, то поеду в Казахстан и уступать от нашей федерации на чемпионат мира. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.